В Твери восстанавливаемый Успенский Желтиков мужской монастырь перешел в разряд действующих обителей Русской Православной Церкви. Соответствующее решение принял Священный Синод. Таким образом было удовлетворено прошение митрополита Тверского и Кашинского Амбросия. Об истории и возрождении памятника архитектуры узнала Наталья Чегет. В нашем городе есть уникальное место, история которого насчитывает шесть веков. Это Свято-Успенский Желтиков монастырь. Он был основан Тверским епископом Арсением в 1394 году. В свое время это был один из богатейших монастырей на Тверской земле. Однако в советский период монастырь перестал существовать. Часть строений была уничтожена. В 1919 году имущество монастыря было национализировано. Однако монастырская жизнь угасла здесь не сразу. До 1929 года здесь проводили службы. Судьба последних обитателей монастыря сложилась трагически. Многие из них были арестованы. До начала Великой Отечественной войны здесь располагались авиамастерские. После Великой Отечественной войны здесь находился склад горюче-смазочных материалов. И большая часть монастыря была превращена в хранилище цистерн с горючим. Восстановление монастыря началось в 2019 году. На его территории образовали архиерейское подворье храма Успения Божией Матери. На протяжении пяти лет, что было основано архиерейское подворье, была проведена большая работа по восстановлению этой святой обители. Был построен вот этот прекрасный деревянный храм в честь Антонио Феодосия Печерских и прочих печерских святых. Была расчищена полностью территория монастыря. Там расчищен братский корпус, в котором сейчас частично ведутся восстановительные работы. Также в обитель из Никола-Малецкого монастыря передали частицу мощей святителя Арсения, основателя монастыря. Также сохранилась святая плащаница, которой были покрыты его мощи. Наша обитель живет полностью монашеским уставом. Совершается ежедневное богослужение, божественная литургия. Наш монастырь немногочисленный пока еще. У нас здесь сейчас на данный момент четыре насильника. И каждый из наших насильников внесут свои определенные послушания. На территории монастыря проводили раскопки, обнаружили ценные и уникальные находки. Фундамент Алексеевского храма, старинные надгробия, основания нескольких башен времен Петра I и печные изразцы. Однако впереди еще много работы, чтобы полностью восстановить Свято-Успенский Желтиков монастырь в том обличии, в котором он был когда-то.